Интеллектуальная игра «Умники и умницы» в качестве областной олимпиады стартовала в 2013 году в Доме правительства. Тогда председателем компетентного жюри Ариапага стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вот уже третий год подряд ученики десятых классов, имеющие достижения в области гуманитарных наук, обладающие творческим мышлением и особыми познаниями в области литературы, истории и краеведения, собираются вместе, чтобы помериться глубиной своих знаний, интеллектом и логикой. Всего должно быть три победителя, так по регламенту. Но, естественно, учитывая, что я нахожусь в Подмосковье, что Подмосковье – это чрезвычайно талантливая область, правда говорю, вот я, естественно, привез с собой с собой некоторые дополнительные места. А сколько их будет, все зависит от ваших стараний, от ваших усердий, от ваших ответов, от вашего интеллекта, от вашей подготовленности. В трудную минуту вы, если вы, пожалуйста, напоминайте, что мы из Подмосковья. За нами Москва. Помимо бессменного ведущего телевизионной программы «Умники и умницы» Юрия Вяземского, жюри популярной игры «Ариапаги» в качестве почетных гостей – министр образования Московской области Марина Захарова, исполняющая обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяны Одинцова и российская актриса театра и кино Марина Зудина. Вообще замечательное дело. Это дает какие-то дополнительные шансы, возможности ребятам. Вообще ни с чем не сравнимая пора. Когда многое перед тобой открыто, ты должен на чем-то определиться и понять, чем ты хочешь заниматься. Эта программа, в частности, мне кажется, дает какие-то новые возможности, иногда неожиданные для тебя. Поэтому, слава богу, что есть такое хорошее дело. В состязании приняли участие представители многих муниципальных образований Московской области. Сюда приехали ребята из Рузы, Химок, Сергеев, Посада и, конечно, Одинцова. Предварительный отбор проходили 150 участников. Из них 37 – наиболее способных десятиклассников – вышли в финал. В этом году объявленная тема интеллектуальных соревнований стала Великая Отечественная война. Поэтому каждый вопрос викторины был в той или иной степени связан с боевыми действиями на подступах к Москве. 12 декабря 1941 года погиб младший лейтенант Николай Степанович Шевляков. За какой подвиг он посмертно награжден званием Героя Советского Союза? Он закрыл собой образуру ДОТа. Перед началом каждого раунда участникам предстояло 40-секундное выступление в рамках конкурса «Красноречие» на тему «История Великой Отечественной войны в моей семье». Я, к сожалению, не застал ни моего прадеда, ни деда. Однако я горд тем подвигом, который они совершили ради обеспечения мирного неба над землей. Умники и умницы уже объединили несколько регионов России. Участвуя в интеллектуальном марафоне, самые одаренные дети получат возможность без экзаменов поступить в МГИМО. Мы действительно получили все удовольствия безгранично. И вроде эти полтора дня, но при этом мы стали единой семьей. И поэтому нам кажется мало и не хочется расставаться. За 23 года телевизионная интеллектуальная игра «Умники и умницы» стала популярной по всей стране. Подмосковье – один из регионов, который может гордиться качеством знаний старшеклассников, которые благодаря этому конкурсу могут получать достойное высшее образование в кузнице дипломатических кадров. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.